Сейчас эта история вызывает ощущение неправдоподобности, человек, изнасиловавший и жестоко убивший 12 девушек, соответствовал всем кинематографическим штампам про маньяков-убийц. Мало того, что у него была четко выработанная стилистика совершения преступлений, так еще и шифровался он настолько плохо, что, видимо, только цепочка странных совпадений помогла ему целых 10 лет оставаться безнаказанным и совершать убийство за убийством. Анатолий Петрович Седых, которого газетные заголовки сравнивали со знаменитым Чикатило, в своей обыденной жизни выглядел и действовал тоже абсолютно обывательски. Его описывали как типичного мужчину средних лет, он родился в 1963 году и, соответственно, во второй половине 90-х, начале нулевых, когда он дал волю своим наклонностям изощренного садиста. Кроме того, Анатолий Седых был мужчиной семейным, у него была верная жена и двое детей. На содержание своей семьи он зарабатывал незамысловатым занятием, лихачеством и наемным извозом на собственном автомобиле, простой шестерке. Именно род занятий стал одним из факторов, предопределившим способ совершения преступлений. Первую жертву, увы уже мертвую, обнаружили ранней осенью 1998 года. Тело раздетой и наспех забросанной листвой погибшей девушки нашла компания молодежи, собиравшаяся устроить пикник в лесополосе под Липецком. Экспертиза установила, что смерть наступила вследствие удушения девушки тканью, одеждой, а до того, как она умерла, над ней было совершено сексуальное насилие. В том же 1998 году было совершено еще несколько подобных преступлений, а наиболее урожайным для седых стал 1999 год. Определить почерк этого маньяка не составило труда, было понятно, что в найденных за чертой города лесополосы девушек привозили на автомобили, причем живыми убийство совершалось на месте, без дальнейшего транспортирования трупа, и каждый раз способом умертвить жертву было удушение. Судмедэксперты также установили, какие специфические действия сексуального характера совершал убийца, прежде чем убить женщину. Личности погибших в основном, но не во всех случаях, устанавливались по факту обнаружения тел. По показаниям родственников и друзей стало понятно и то, как девушки попадали в машину к маньяку, в вечернее время они просто останавливали машину и садились в салон к остановившемуся лихачу. Только вот в службе такси Анатолий Седых не работал, поэтому установить его личность и опознать авто по данным диспетчерской службы было невозможно. Подобную историю рассказала и одна из немногих выживших жертв, в 1999 году она села в машину к незнакомому водителю, чтобы уехать домой после вечера в гостях, и тот отвез ее в лес, оглушил, а очнулась девушка уже со следами насилия и удушения на теле. Ее показания после немедленного обращения в милицию помогли в сборе информации о маньяке, был составлен фоторобот и примерно определена машина, шестерка светлого оттенка, а также собран биологический материал, сперма, по которому можно было бы идентифицировать насильника. И хотя действовал маньяк вплоть до 2005 года, но тело жертв находили не сразу, некоторых долго не могли опознать, так как проходило чересчур много времени. Происходящее всерьез пугало местных жителей, конечно же, стало головной болью правоохранительных органов области. Ввели масштабный план поимки маньяка, названный Лесополоса-2, первую лесополосу проводили, чтобы задержать ставшего именем нарицательным того самого Чикатило. Правоохранители наблюдали за ночными кафе и выходящими из них девушками. Было проверено около трех с половиной тысяч автомобилей шестерок светлого цвета, более точный цвет выжившие жертвы вспомнить не могли, так как садились в авто ночью, к тому же некоторые из них были в нетрезвом состоянии и за большую точность показаний не ручались. Проверяли также посетители видеосалонов и секс-шопов, интересовавшихся видеороликами специфической тематики, за точные сведения о маньяке даже было объявлено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. По путанным показаниям охотников за вознаграждением правоохранителям приходилось порою ездить в другие города, подозревая, что убийца – гастролер. Но все это не давало результатов. Тем более, что жертвами становились не только подвыпившие любительницы гулянок в ночных заведениях. Среди погибших, например, была школьная учительница, севшая в машину после рабочей смены, вместо того, чтобы ждать трамвая. Возраст жертв колебался от 16 до 28 лет, все они имели абсолютно разные типажи внешности, были по-разному одеты, в том числе и в длинные теплые вещи, так как часть преступлений была совершена в холодное время года. И если не считать лишь одну девушку, которая, как впоследствии выразился сам убийца, была его добровольной любовницей, то со всеми жертвами до преступления он знаком не был, вероятно, просто пользовался подходящими, по его мнению, случайными пассажирами. Печально, что в 2001 году маньяков в том самом авто задержал рыбнадзор, но поскольку проверка производилась на предмет браконьерства, и по своей части инспектора ничего не нашли, то их вполне устроило объяснение водителя, что женские вещи в машине оставлены его супругой. И уже потом, когда рыбинспекторы отпустили авто, не особо запомнив водителя и не записав номер, и нашли свежее мертвое тело, они поняли, что отпустили того самого липецкого маньяка. И, конечно, удивительно, что в дальнейшем Седых задерживала уже даже полиция, по косвенным уликам, но все равно отпускала. Предполагаемая по экспертизе образцов спермы, группа крови не совпала с реальной, а пострадавшие и выжившие девушки его не узнавали при очных ставках. Был также задержан и совсем другой человек, тоже владелец светлой шестерки. Однако однажды правоохранители, допросив подозреваемого Седых, почувствовали, что именно он и есть разыскиваемым убийцей. Окончательным доказательством его вины стало два момента, найденный в его гараже мобильный телефон одной из погибших девушек. Устройство нашли по сигналу чипа-идентификатора при включении в 2008 году, а включил телефон сын Анатолия, а также ставшее доступной для судмедэкспертизы технология молекулярно-генетического анализа, установившая идентичность биоматериалов убийцы и подозреваемого. В ходе следствия и на суде убийца то сознавался в совершенном, то делал вид, что правоохранители принудили его к ложным показаниям. Он имитировал сердечные приступы в моменты допросов, мобильник жертвы называл купленным у перекупщиков на улице, автомобиль, оказавшийся светло-салатным, незадолго перед задержанием пытался разобрать на запчасти. Несмотря на то, что жена считала его примерным семьянином и весьма набожным верующим человеком, были найдены молодые девушки, имевшие внебрачные любовные связи с этим далеко не юным, тучным, вовсе не обеспеченным финансовым мужчиной. Они подтвердили, что в интимной жизни Анатолий Седых имел необычные склонности, любил играть в удушение, порой всерьез пугая этим любовниц. В 2010 году суд вынес приговор о пожизненном заключении для Липецкого Чикатило. С апреля 2010 года по настоящий день маньяк Анатолий Седых находится в колонии строгого режима Черный Беркут в Свердловской области. Была также информация, что в 2013 году он завершил жизнь самоубийством в камере, но эти данные были опровергнуты.